Участковые уполномоченные России На сегодняшний день у нас проходит служба 1795 участковых помощников полиции. Надо сказать, что с 2011 года мы всемирно поддержим эту службу. И если раньше был серьезный некомплект, то сегодня он составляет 7%. И кандидаты на каждую должность подобраны. Эти нагрузочные показатели по количеству граждан, которые обслуживают участковые, они в принципе соответствуют нормативам, которые установлены МВД России. Как привлекаете новые кадры? Возможно, квартирами, бонусами, социальной рекламой? Ну, сегодня у нас проходит съезд участковых. Это уже четвертый съезд участковых. И мы знаем, что эта служба, которая занимает ключевое звено в системе органов внутренних дел, она не остается без внимания и администрации края, и законодательного собрания. Поощряют участковых активно и Главное управление МВД России по краю, и Министерство внутренних дел. Заработная плата действительно, она соответствует средней заработной плате сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Но при поддержке ЗАГСобрания, при поддержке администрации, мы уже только в этом году приобрели 63 квартиры для участковых. И еще 5 квартир вручает губератор края на съезде участковых. В 8 муниципальных образований края еще проходят тендеры. И 8 квартир тоже самое будет получены и вручены тем участковым, которые в них нуждаются. Ну а еще есть какие-нибудь бонусы? Это и те премиальные, которые они получают за раскрытие преступлений. Это то уважение граждан, которые не заслуживают на том участке, где обслуживают население. Вот работа участковых делится на бумажную и раскрытие преступлений с населением по факту. Вот многие говорят, что больше работы с бумагами. Правда ли это? Ну я могу сказать, что участковые это один из наиболее загруженных сотрудников полиции. И если брать то, что они раскрывают практически треть преступлений, понятное дело, что и анициативные протоколы, и преступления требуют документального оформления. Но раскрыть преступление, выявить ответственное правонарушение, для этого нужно пройти участок своими ногами. Поэтому работа участковых строится в двухсменном режиме. В первую смену, когда они работают с документами. И во вторую смену, когда люди у нас приходят с работы, когда они могут пообщаться с населением, выявить те же правонарушения, пресечь их. Поэтому эта работа комплексная. Документы, они в любом случае нужны. Но и живая работа с населением, это первое, для чего мы лично и Главный управленный Медороссий, по Краснодарскому краю, уделяют внимание. Вот чем отличается работа наших участковых от работы в других регионах? Ну, специфика края, вы знаете, такова, что в нем происходят наиболее значимые международные мероприятия. Такие крупные спортивные состязания прошли у нас, как Олимпиада, Формула-1. Масса мероприятий связана с охраной лиц, подлежащих государственной охране в городе Сочи. Наши участковые самые мобильные. И надо сказать, что перед каждым крупным мероприятием, нашу нового хау, который мы провели перед Олимпиадой, и потом сохранили в период курортного сезона, это отработка жилого сектора совместно с администрацией края, с казаками-дружинниками, с работниками ФМС. Поэтому есть мобильный отряд полиции участковых, который выезжает, отрабатывает тот или иной жилой сектор, будь то Апсен, Новороссийск, Сочи, либо Краснодар, краевую столицу. Эти работы, она приносит большой и положительный результат. Но я знаю еще, что участковые должны обходить квартиры уголовников, алкоголиков, тех людей, у которых есть разрешение на хранение оружия. То есть, хранится ли оно в сейфах, так? Что еще? На сегодняшний день, надо сказать, что практически 159 тысяч владельцев оружия в крае. И действительно, по нормативам, установленным Министом Третьих Дел, один раз участковый должен пройти эту квартиру, проверить. И вот из тех владельцев оружия, которые законопослушные, у нас в основной массе они законопослушные, но уже на 9 месяцев текущей годы, можем сказать, что 12 тысяч человек, которые оружие было изъято, составлены протоколы, то есть 12 тысяч из 159 нарушили требования законодательства. И статья 20.8, подразумевающая в том числе и штраф, на них была составлена участковым полномочиям. А есть ли, например, у участковых нормы в работе? Вот, например, выполнить вот столько раскрытия преступлений? Преступления, наша главная задача, задача участковых, это спрофилактировать преступления и правонарушения. Поэтому таких нормативов нет. Есть те нормативы, которые мы требуем, предъявляем, это чаще быть с населением, чаще быть на участке, чаще встречаться с общественностью. А выявлять, пресекать преступление, это обязанность каждого сотрудника полиции. Участковый, который больше всего находится на связи с населением, он и поэтому треть преступления раскрывает. Как таковых нормативов не существует. Если есть правонарушение, мы обязаны ее пресечь. Каким-то искусственным путем нагнетать эти нормативы мы ни в коем случае не будем. А Дмитрий, например, Картавцев, который не так давно приходил к нам в гости, в студию, вот он какое-то место уже занял, вот народный участковый? Ну, на сегодняшний день мы знаем, что он находится в десятке лидеров, в селе всех субъектов Российской Федерации. И в целом служба участковых по окраине, вспоминать эти нагрузки, которые связаны с крупными мероприятиями, с курортом. Мы знаем, что в этом году уже выше 5 миллионов больше посетило край. Наш участковый справляется с теми нагрузками. И в целом 14 место Российской Федерации занимает служба участковых. Это тоже очень приятно отметить, несмотря на то, что так и нагрузочная. Юрий Александрович, вот ваши пожелания, поздравления коллегам. Уважаемые участковые, я еще раз хочу сказать, что ваша служба занимает ключевую роль в системе органов внутренних дел. Поэтому желаю вам, в первую очередь, как можно меньше происшествий на участках, пользоваться тем, что вы имеете связь с населением и обладаете тем авторитетом, который вы есть. Ну и, конечно же, здоровья, счастья, благополучия, крепкого тыла в семьях. Спасибо за внимание. Юрий Александрович, спасибо, что пришли. Я напомню, что наш гость сегодня, заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, Юрий Сафронов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok